Главное, сформулировать новую идеологию с заменой той фиберальной западной, которую исповедовали и многие исповедуют по сей день в российских элитах. Вышли из самой нижней точки, мы находимся на восхождении, восходящей виток этой русской сенсоиды, я называю русской контратакой. Смысл этой истории и ее стремлений векторами не должны выкрадить внутренний вектор, внутренние ожидания вот этой вершины, этого царства. Мир оттолкнулся от прошлого, он мчится вперед. А Беларусь и демонстрировала очень высокий суверенитет, она не легла под запад. Александр Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Александр Андреевич, все мы отметили большой праздник, 9 мая и вообще весь месяц под знаком этого праздника. На ваш взгляд, итоги Великой Отечественной войны, до конца ли они были сказаны вот тогда, сразу после той Великой Победы, коль мы на протяжении стольких десятилетий уже возвращаемся и каждый год не просто возвращаемся к этой дате, но и находим новые факты, новые обстоятельства, которые заставляют в том числе и нас смотреть несколько по иному на итоги этой войны, не говоря уже о наших противниках, если так можно выразиться, которые их вообще переписывают и пишут под себя. Итоги Второй мировой войны или итоги Великой Отечественной войны были переписаны после того, как разрушили Советский Союз и объединили Германию, а также уничтожили Варшавский договор. После этого мир стал абсолютно другим, он стал развиваться другими темпами, другими ритмами, в других этических и геополитических категориях. Поэтому, когда мы обвиняем Запад в том, что Запад перечеркнул итоги Второй мировой войны, мы лукавим. Итоги Второй мировой войны перечеркнул существу Горбачев и Ельцин. Вот главные переписчики истории. И все, что происходит теперь, если быть с последовательными и внимательными историческими процедурами, это результат вот этой огромной геостротерической катастрофы авторами, которые были наши советские, русские Горбачев и Ельцин. — Но достаточно ли всего лишь двух человек, пусть даже и руководителей государств, для того, чтобы сделать такое огромное дело? — Ну, я думаю, что роль Горбачева и Ельцин, а также Гитлера, а также Черчилля, а также Гаюли Цезаря, а также Александра Македонского, они очевидны, потому что личность аккумулирует себе элиты, элиты аккумулируют себе настроение народа и управляют народом. И в какой-то момент народ подчиняется элитам и начинает выражать его точку зрения, конечно, я думаю, что проекты, все крупные проекты, инженерные и художественные, и геостратегические, и военные, они персонифицированы. — Если так, то каких героев должно рождать нынешнее время? Какими они должны быть? — Русские герои — это те, кто, вопреки вот этой чудовищной оползни, которая совершилась в России после 1991 года, оползни, которая сбросила русскую историю на самое ее дно, никуда, не остановилась в русское время, где открылись врата русского ада. Те люди, которые сегодня возглавили русскую контратаку, русские раносансы исторические, не стратегические, они герои, не трагические личные, не многие из этих людей безживут до приумпа, потому что опять восстановление вот этого огромного перелома, огромного выеха, совершенно русская история, он потребует огромных жертв, мы видим, что эти жертвы уже приносят. — То, что происходит сейчас, в том числе и конфликт на Украине, могло ли быть по-другому, на ваш взгляд? — Я думаю, что могло быть, если бы не было вот этого ужасного, чудовищно преступного расшленения Советского Союза, потому что резали по людноживому, не было никакой необходимости отсекать Украину от России, как, например, и Белоруссию от России, не было таких мотиваций, была единая экономика, была общая история, были сложнейшие, тонкие очень энергии, которые пересекали из одного пространства к другому, и это был удар топора, уже расшленяющим живое тело. Вот если бы, повторяю, вот этой процедуры не произошло, вот это ужасное расшленение, то история развивалась уже по-другому. И не было сегодня уже несчастной России, обескровленной, одинокой во многом Белоруссии, терзаемой Украиной и Великого Китая. — Белорусско-российские отношения вот в последнее время, в самое последнее, если хотите, в том числе и после начала специальной военной операции, по вашим наблюдениям, какие претерпели изменения? Очень много мнений о том, что, если говорить все-таки о Белоруссии и России, что вот эта вот ситуация сблизила государство, сблизила в том числе и лидеров, что очень важно. — Да, конечно, они сблизились и сближаются, я думаю, что и будут сближаться. Мне кажется, что идея союзного государства, которая была подвешена долгие годы, которая была скорее декорацией, скорее таким китайским фонариком, в которой горел слабый светильник, эта идея, она будет прорастать, чем больше, потому что я не знаю, какие формулы она, конечно, принят в базе, не знаю, над национальный политический орган, возникнет ли общая армия, например, или вообще валютная система, но я думаю, что идея такого воплощения, она будет доминировать, и чем острее будет конфликт на Украине, и чем больше государство будет в него втянуто, и чем важнее будет политическая атмосфера в Велоруссии, тем ближе будут наши страны, наши политические системы и наши лидеры. — Если говорить о конфликте на Украине, и если говорить о противоборствующей стране, то это вовсе не Украина и не украинское руководство, это вывеска, ширма, скорее всего, мы говорим о коллективном Западе, но ваш взгляд, вообще возможно ли, в принципе, мирное существование двух цивилизаций, если хотите? — Да, возможно, а можно сказать, что и нет, и невозможно, а можно никто не другой не сказать, а просто последить историю отношений этих двух огромных массивов, и также выявить глубинные, как говорят, мода, глубинные смыслы, которые наполняют вот эти две цивилизации. Западная, условно, мы называем ее англосаксонской, хотя, конечно, она сложнее, чем англосаксонская цивилизация, но так и иначе она создает огромный такой мощный клубок народов европейских, европейской культуры, и ее можно рассматривать как в каком-то смысле цивилизация, основанная на англосаксонских плит. И наша православная славянская цивилизация, их отношения всегда были драматические. У них были периоды примирения, у них были периоды конвергенции, были периоды глубинного проникновения сападной цивилизации, скажем, русской цивилизации, были периоды, когда вся русская не отговорила по-французски, были немецкие периоды, была германа-фиильская пара, а просто конфликты, воины чудовищные, воины на истребление. Да, есть такое понятие, как национальная мечта, или национальная сущность. Национальная мечта – это то глубинное начало, которое формирует народ, формирует цивилизацию на тысячелетней ее истории. Вот есть так называемая американская мечта, есть русская мечта. И я думаю, что надо понять и проследить, как американская мечта взаимодействует с русской, славянской мечтой на протяжении вот этих тысячелетий. Американская, американская мечта, и так, и американская мечта – это город на холме. Мы сформулируемые оконы, сформулируемые буш, саша окно подговорил и буш младший. Это знамок на горе, знамок на горе великой американской истории, когда посыпалась гора американских переселений, американских строительств, вон. На этой горе стоит мощное сооружение, которое контролирует все крестные пространства. Этого града, если эти пространства начинают бунтовать, цепятся стрелы, помогают, кладут ракеты. Идея доминирования, идея отзора над миром, идея абсолютного превосходства, она лежит в ладине вот этого рыцарского Запада, рыцарской ментальности западная. А русская метафа, русская мечта – это храма холма. Это тот же полн узкой истории со всеми ее падениями, возвышениями, кошмарами, озарениями, откровениями. Но на вершине этой горы, этого холма стоит храм, который касается крестами своими лазурью небесной. И к этой лазурью небесная вот эта идея царства, царства гармонии, царства благодати, царства царства наивысшей любви к мирознанию. Она спускается в наши гарнизоны, в наши семьи, даже в наши дюрьмы. И по этому, видите, в мечте они находятся в состоянии соперничества. Иногда эта соперничество носит более гармоничный, плавный, бархиный характер, но очень часто оно превращается в внушные войны, нашествия куклы Септона или Сефан-Батория, или немцы, или сегодняшняя западная экспансия. Поэтому теперь эти цивилизации, между ними не может быть гармонии, между ними может быть постоянная борьба и вкупа политических куклок, для того, чтобы не довести эту борьбу в взаимную аннигиляцию. Не кажется ли вам, что то, как ведет себя храм на холме, зачастую выглядит как позиция, ну, слабого, если так можно выразиться. Вот мы часто говорим, на нас напали, нас обманули, против нас ввели какие-то санкции, против нас еще какое-то что-то придумали. А мы все время отвечаем. Если вспоминать даже те нашествия, о которых вы говорили, мы всегда отвечали. Сегодня это выглядит как слабость и является первым слабостью. Сравнивается великий Советский Союз и сегодняшняя Россия. Это две совершенно разные слабые единицы. Сегодняшняя Россия слабее Советского Союза в 10 раз. Нет экономики, нет этих великих пространств, нет великого сооружения, нет этой потрясающей элиты, нет этой глубинной солидарности. Мы гораздо слабее. И поэтому, конечно, мы должны виливать от этих ударов, это сражение сильного и слабого. И повторяю, искусство современных русских политиков, и Путина, и Лаврова, состоит в искусстве. Уходить от прямых ударов, экономить время, выжидать, успеть сформироваться во что-то новое. После того, как распался Советский Союз и образовалась вот эта страшная имитация, страшная фирма, именуемая ельцинским либеральным государством. И что им это распал окончательно, год назад, во время начала операции, нужно в это решиво построить новое государство, построить новые заводы, новые технологии, новые конвейеры, построить новые системы управления, установить отрасли, которые были полностью уничтожены и стерплены Гайдаром. Главное, сформулировать новую идеологию с заменой той либеральной западной, которую исповедовали, и многие исповедуют на сей день в российских калибрах. — Если говорить об идеологии сборских клуба, которым вы и руководите, и, в общем-то, были одним из основателей, ведь всю свою деятельность посвятил как раз выработке той самой идеологии, новой идеологии России, да и не только России, а всего, наверное, славянского мира. Насколько успешны были ваши усилия, и насколько они нашли отклик среди власть придержащих? — Когда мы еще не были сборским клубом, а были трохтные горстки русских интеллектуалов, утелевших после чудовищных побоищ 90-х годов, мы уже формулировали эти свои чаяния и надежды. И тогда мы казались смешными маргиналами, тогда мы хохотали. Нас не истребляли, потому что мы были экзотичны. Нас приглашали на всевозможные либеральные формы, мы были шутами-горохами. Но русская история, она сыграла злую шутку вот с этими либералами. Она не кто-нибудь из наших вождей, политиков и весновидцев направила русскую историю в это направление. У нее, у истории само внутреннее видение себя самой, она двигается суверенно. И началось смещение русской истории, выход ее из этой дезны, из этого чернильного моря, из этого ада, восхождение русской истории. Оно началось, это восхождение, согласно нашим предвидениям, нашим представлениям. И мы не являемся носителями этой идеологии. Мы эту идеологию угадываем, эту идеологию мы смотрим в русской истории, мы ее прислушиваемся к ней гулом в идеологии в ненах в русской истории. Поэтому сегодня наше представление, наше виручение, такие как симфония пятой герии, рассказывают об этой поразительной синусоиде, по которой движется русская история, от вершины бездни, от бездных новую вершину. Это и вероучение русской мечты, рассказывает о том, что в ненах русского сознания, русской истории лежит идея о велик, богататном, справедливом, благосленно-справедливом царстве, в котором нет, самое страшное с приютивостями, которое смерть. И победный смысл русской истории, где победность русской истории завершается не только в том, что Россия одержала, может, военных побед, а также духовных, создав икону, серебряный или золотой век. А победность русской истории в том, что мы каждый раз после истерических поражений восставали, воскрешали, одержали победы. Вот эти все вероучения, все эти стулаты, они все впитываются в сегодняшние элиты, они все находятся в работе, в движении, они являются оружием. И даже по изборщикам клубу вносит удары из Боряня, уже два наших изборских коллега Калиева поддерживают это страшное взбиение. Дугин со смертью его дочери и сейчас Лепин. Да, это ужасно, конечно. Вот вы упомянули синусоиду вот эту русскую историю. Вот опять же, если отстраниться, в какой точке этой синусоиды сейчас мы находимся? Мы вышли из самой нижней точки, мы находимся на восхождении, в восходящий виток этой русской синусоиды. Я это называю русской контратакой, когда после непрерывного отступления, после непрерывных потерь, когда мы теряли территорию, население, разделялись, русский народ был разделен, когда мы теряли все формы нашего суверенного существования, будь то промышленность, экономика, культуры. Там потеряли элиту, там навязали чужую враждебную контр-элиту, контр-расистскую. Мы преодолеваем это и движемся в утратаке. Поэтому, повторяю, мы находимся на восходящем витке. Это восходящий виток, в котором пребывает все общество, и армия, и культура, и политика, и эстеблишмент, наш. Этот восходящий период Вашингтона нам дается. Он залит слезами, он залит кровью, он залит дымящимися, разрушенными городами. Но это восходящий период русской истории. Как было легко разрушить Великий Советский Союз. Там же говорили, что это развод, мирный развод по согласию. Многие просто устали друг от друга, и они мирно, как джентльмены, расходятся. Но этот мирный развод, он уже обернулся чудовищными бойнями по всему периоду Советского Союза. Чего стоит жуткая гражданская война в Таджикистане, или две резни в Тиргизии, или война в Грузии с Абхазией и Южной Осетии, или две чеченских войны, или война в Карабахе, а и тогда в Приднестровье, война на Донбассе. И сегодняшняя шуткая, не имеющая окончания, и не имеющая осмысленного итога войны на Украине. Это все мирный развод, это все вельцинские сказочки, это все гайдаровские карамельки, которыми покормили наши народы. Ну а в верхней точке синусоиды какой должна быть и Россия, да и Беларусь? Я тут не разделяю нас, честно говоря. Я думаю, что трудно поставить, выставить эту синусоиду. Ведь смысл этой истории в ее стремлении, векторе, не должны утратить внутренний вектор, внутреннее ожидание вот этой вершины, этого царства. И образ царства небесного, как вот того, который рисуется на пресках храмов, он во многом как бы абстрактный, мы мало что сняли об этом царстве. Мы не знаем, как в этом царстве устроены железные дороги, агродромы, с какой структур летают там самолеты, мы это не знаем. Мы знаем, что оно есть, мы чаем его, мы считаем, что сегодняшний мир несовершенен, мы желаем его совершенствования, желаем его очищения. И совершенство нашего общества сегодняшнего, оно посуществует, измеряясь расстоянием его от царства небесного. Каждый крупный политик, каждый крупный деятель государства держит себе вот этот образ для царства небесного, измеряет свои деяния и окружающие им создаваемый мир по отношению к этому идеалу. Уходим от этого идеала или приближаемся, или становились на месте. Вот что должно служить нам мирилом. История — своё время, и история — своё место. Мы сейчас можем заниматься такой прикладной футурологией, она будет смехотворной. — Если в истории своё время и своё место, то можно ли говорить о каком-то временном промежутке от этого процесса, который сейчас происходит? — Нас волнует время, потому что мы смерть называем, а больше чего-то было завтра. Но, к сожалению, история — это смешно. История мыслит не категориями времени, она мыслит процессами, она мыслит с этими глубинными сущностями, в которых она живёт, этими идеалами. Поэтому, повторяю, так скоро не кончится это. Да может, это завтра пройдёт, примерно, ядерными ударами так, а потом начнётся возвышение. Не надо торопиться за время, надо не терять вот этих глубинных цветоносных идей, которые заложены в нашей русской цивилизации. Пускай они остаются. Эти цветоносные идеи, они определяют и время нахождения всех этих учений, горести, и средства, и инструментарий их прохождения, и желанный эффект, который мы хотим получить через 5 лет через 10 или через 7. Образ будущего, которым все мечтают — это фиксия. Пусть этим занимается писатель Фантаста. Образ будущего — это насколько мы умеем эти идеалы перенести в себе в 5 или 10 лет. Вот тогда они будут обставлены. Такими будут институты, такими будут дороги, такими будут чреждения, такими будут парламенты, такими будут художества, такими будут тюрьмы, такими будут помилования, такими будут прически. Это все будет зависеть от того, в какой степени мы бережем себе вот эти идеалы. По вашим наблюдениям у нас получается? По моим наблюдениям, конечно, получается. Потому что я же прожил огромную жизнь, мне 85 лет. Я прожил цветущий период советской истории. Я видел триумф, я родился еще до войны, я помню Победы, я помню Сталина, я видел триумфальные шествия, я прошел 16 войн, я видел, что мир был покрашен красным цветом на две трети. Я был советским человеком, который присутствовал в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Я видел триумф, потом я видел, как все это начало гнить, затыхать, разрушаться, услабевать. Я видел период ослабления, я видел период нисхождения этой красной Сталинской империи. Я видел крах, я видел ЛЧП, это все они были моими друзьями. Я пережил дно, я видел, что мы находимся на дне. Я благодаря счастью, что я увидел русское возрождение. Я счастлив, что я увидел в Югославии первый удар сердца, когда русские десантники пошли пишут, не спросив американцев. Я был счастлив, что после расстрела 93-го года парламента, когда казалось, что все с оппозиции покончено, что баррикадники расстреляны. Буквально в этом же году в высаженную думу, которая построена на костях наших красных, пришли патриоты, победили. Сбылось речение библейское, и последние станут первыми. Последние баррикадники, например, стали первыми, кто пришел в новую думу. Потом началось русское возрождение, и в итоге этого возрождения были оборонные заботы, которые создали по гаек, по железкам. Создали из них баррель и гиперзвуковые ракеты. А потом пришел Крым, а потом останем на Донбассе. И сейчас присутствует продолжение этого процесса. Конечно, я счастлив, что я нахожусь во всем. Единственное, что меня огорчает, то, что я уже в немощи не могу быть там на фронтах. Писываю туда на фронты свои тексты, свои статьи, свои стихи, свои романы. Вы встречались с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Когда-то Вы обсуждали тему евразийской интеграции, развития Евразии. Сейчас, на Ваш взгляд, темы того разговора по-прежнему актуальны? Все эти темы по-прежнему актуальны, потому что эти пространства существуют. В этих пространствах происходят частные мучительные процессы. Они не закончены. Эти страны, допустим, отпавшие от Советского Союза в Востоке и на Юге, они мучаются, они мечут, они ищут себя, не находят себя, не находят. Мне кажется, это же ужасно, что вот эти страны, их элиты, возмечтав о суверенности, о личной власти, о папагасты, они оторвали себя великой цивилизацией. Они отключили себя от будущего, они отключили себя от грандиозного цивилизационного порыва, который когда-то переживал Советский Союз. Потому что мир сегодняшний, он связан со смыслением будущего, а не прошлого. Прошлое понятно, мир оттолкнулся от прошлого, он мчится вперед. И цивилизация китайская, и западная цивилизация, они двигаются к будущему. Там и встреча, какая-нибудь, катастрофическая, драматическая просто, но встреча в будущем. А народы, которые ушли в прошлое, они там и останутся у этих чуланных историй. Они останутся экзотическими экспонатами истории. Два государства, которые только не отдаляются друг от друга, это Беларусь и Россия. И вот на них, мне кажется, лежит большая ответственность, не знаю, согласитесь ли вы со мной, показать привлекательность, если хотите, от этого союза. Ну, это, значит, я, в общем-то, и 25 лет назад, но сейчас она просто стала наиболее актуальной. Уже многое делается. Делается под напором обстоятельств, потому что часто под напором враждебных тенденций. И это важно, потому что история вся состоит из света, из тьмы. И враг в истории очень важен для победы. Победа предполагает поражение, а угроза предполагает противостояние. Поэтому я думаю, что у двух наших народов, у которых вы правы были в последние десятилетия, и сложные взаимодействия. Причем там, в тот период, когда я был принят, у нас награничил Лукашенко, и у нас были достаточно доверительные отношения, потому что это был период, когда Беларусь демонстрировала очень высокий суверенитет. Она не легла под запад. В то время как Кельцинская Россия легла под запад, она добровольно отдалась в лап врага. Беларусь продолжает сопротивляться. И это была старая пора, когда в Беларуси была одна, один на один с западом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА